Ребята, мы сегодня в Брукхейвен. Я новогодняя такая девчонка. Вы только посмотрите, какая у меня крутая кофта. Вы посмотрите. Ребята, что тут написано? Тут написано Брайс. Если вы хотите приобрести такой же крутой новогодний и не только мерч от Брайса, то тогда переходите по ссылке на его группу в Роблоксе и покупайте там мерч. Ссылка, ребята, будет в описании. Я сейчас отправляюсь, значит, показывать вам, как Вульфпак нас всех жестко обманул на деньги. По крайней мере, не всех, но те, которые потратились, определенно точно он нас, ребята, обманул. Я села на свой не новогодний байк, но меня это устраивает, он мне нравится. Я всегда езжу на байке. Ребята, напишите в комментариях, если этот мотоцикл у вас ассоциируется со мной. А я, ребята, приехала вот сюда, на наш Оркеан, чтобы вам, ребята, показать, как же Вульфпак нас обманул. Что могу сказать? Мы здесь для того, чтобы проверять лодки. И смотрите, у нас есть вот такие лодки. Давайте мы сейчас их все бесплатно и проверим. И после этого нам нужно будет вернуться на аккаунт Брайса, чтобы там я смогла показать лодки из премиум. Еще не из премиум, а вот из этой лодочного пака и показать, как же Вульфпак нас всех обманул. Ребята, у нас есть вот такой вот зеленый квадроцикл или гидроцикл или, короче, водный мотоцикл. Я, блин, вообще их все путаю, я не помню, какой это цикл. Есть вот такой зеленый. Дальше сейчас я выберу вот такую парусную яхточку. Она вот такая очень миленькая, очень симпатичненькая, ребят. Очень реально классная. Она очень... Ну, она мне из всех лодок нравится больше всего. Есть вот такая вот моторная лодка. Она скоростная у нас, ездит супер медленно. Скоростная она будет только если у вас есть спидпак. То есть здесь вы можете установить 100. И только в таком или 200, да, только в таком случае эта лодка пойдет быстрее. Так эта лодка ездит абсолютно как все. Поэтому я не знаю, почему, когда Вульфпак ее выложил, написал, что это скоростная лодка. Дальше у нас есть вот такая лодка от полицейских. Это на самом деле прикольно. Блин, да что, почему тут левостороннее управление, блин? Я постоянно сажусь и никогда не понимаю. Смотрите, тут можно менять. Тут можно поменять на лодку Шрифа. Можно поменять на Миллитариполис. Дальше можно поменять еще на какую-то там что-то Купер, не помню. Обратно вернуться на полицейскую лодку. В принципе, то же самое, в общем, что и с машинами. Также у нас есть еще вот такая вот лодка. Даже не то, чтобы лодка. Тут реально, блин, яхта какая-то. Почему я не могу на нее запрыгнуть? Вот, отлично. Садимся сюда. Тут ее вроде никак поменять нельзя. Я вообще не помню, что это за лодка. Это вроде какая-то военная. Да, посмотрите, отсюда стрелять можно. Это реально лодка. Это что-то типа тоже Миллитария. Я не знаю, можно ее поменять или нет. Смотрите, тут можно что-то нажать. Это то же самое, что в пожарной этой фигне. Да, что-то типа пожарной лодки. Да, посмотрите, она тушит. Я нажимаю, отсюда идет пожар. Это вообще, уж какое что, блин, вода идет оттуда, чтобы потушить пожар. Короче, пожарная лодка. Интересно, почему она не красная? И вроде бы как все. То есть, больше никаких лодок у нас здесь нет. Давайте мы сейчас перейдем на аккаунт Брайса, потому что у него есть вот этот бот-пак. И там мы посмотрим лодки, которые входят в вот этот бот-пак. И посмотрим, как же нас вульфпак обманул. Итак, ребята, я уже на аккаунте Брайса. Как вы видите, у меня уже не рождественский лук, а мой привычный. Здесь, да, у меня есть свой скин вот такой. Классно, конечно, так багаться через океан, ничего не скажешь. Мы сейчас используем лодки из бот-пака. Мы, значит, посмотрели, что у нас там есть. Теперь мы переходим к бот-паку. У нас есть абсолютно такой же гидроцикл, как и в бесплатном. Только он не зеленого цвета, а красного. Стоит ли это 300 робоксов? Я сомневаюсь, ребята. Они абсолютно ничем не отличаются. Я не знаю, в чем разница. Здесь есть еще вот такой же гидроцикл, только синего цвета. Какая, блин, вообще разница, какой цвет? Ездит тачка, ездит. Нафига тут вообще запариваться? Какой цвет вот это вот все? Я считаю, это неважно. Парусная лодка. Она намного больше, чем наша обычная. Из обычного пака. Точнее, просто бесплатная лодка. То есть у нас вот такая вот. Один гидроцикл. Здесь намного больше. Это понятно. Какая, блин, разница? Больше, меньше. Она абсолютно такая же. Вот точь-в-точь. Она просто, даже вот, вы понимаете? Разница у них не супер большая. Давайте мы сейчас выберем из обычного пака и посмотрим. Мы выбираем из обычного. Вы посмотрите. Разница, ну вот реально, она просто, да, она реально больше. Я скажу так. Это реально важно. Ну, больше и больше. То есть стоит ли это 300 робоксов? Я не знаю. Мне кажется, вообще нет. Ну, как бы нет. Она намного, конечно, больше. Это просто обычная такая маленькая лодочка. Это реально такая яхта. Прикол в том, что по функциям она ничем не отличается от той. То есть ладно бы тут можно было зайти вовнутрь. Там что-то было бы. Она отличается только тем, что здесь есть скамейки посидеть. И все. Я, ребята, считаю, что это, блин, вообще не 300 робоксов. Нифига. Тут тоже можно вот сюда, например, присесть. Тут тоже такая же скамейка. Можно вот сюда присесть и вот сюда. Здесь можно присесть вот сюда также около штурвала. И можно присесть просто на вот эту скамейку. Да, чуть больше посадочных мест. Часто вы ездите с кем-то в Брукхейвен? Я не знаю, ребят. Это не стоит 300 робоксов. Поэтому я показываю дальше. Дальше у нас есть вот такая лодка. Это скоростная лодка. Такая же, как наша красная, ребята. Абсолютно такая же. Давайте мы выберем красную. Рыжая только вроде бы чуть-чуть побольше. Я говорю, разы это супер важно. Вот, посмотрите. У нас здесь, давайте посмотрим. Она чуть побольше. Но прикол в том, что у оранжевой лодки 4 посадочных места. У этой лодки 4 посадочных места. Все, чем они отличаются, это только то, что у оранжевой лодки из платного пака длиннее нос. У нас просто он меньше. Все. Абсолютно больше ничем они не отличаются. Абсолютно одинаковые лодки. Это просто обман. Это реально просто обман. И это очень расстраивает. У нас есть уже, как бы, какое-то отличие. Вот это, смотрите, полицейская штука. Штука? Полицейская лодка. Здесь у нас, значит, уже больше каких-то приспособлений. Она тоже особо ничем не отличается от нашей лодки. Не поли... Точи, от нашей лодки бесплатной. Тут просто есть вот такая вот штука сверху. И все. Отлично. Это вообще не полицейская лодка. Это пожарная лодка, ребята. Пожарная лодка. Но она реально, ну, ничем, блин, не отличается. Просто то, что у этой лодки есть сверху вот такая штука. И она чуть-чуть больше. То есть лодки отличаются только размером. Дальше есть военная лодка. Давайте мы на нее посмотрим. Она тоже очень сильно похожа на лодку военную из бесплатного пака. Отличаются они только тем, что здесь намного... Здесь, типа, две пушки. Вот они. А там одна. Все. Больше отличий нет. Это серьезно? Это реально грабеж. Единственное, за что мы действительно заплатили, по факту... Здесь, кстати, даже нет полицейской лодки реально. Единственное, за что мы заплатили и что реально отличает, это вот эта вот яхта. У нас еще отличает вот этот банан, который у нас есть. Такая лодка в виде банана. Давайте мы ее тоже поставим. Она тоже отличается. Точнее, такая желтая лодка. Но она, ребята, настолько обычная, что там тоже нет ничего внутри. То есть ты просто куда-то там садишься. И здесь просто посадочные два места. И все, больше ничего нет. Единственное, что реально стоит своих денег, это вот эта вот штука. Что-то типа яхты. Тут и кровать есть. И все. Это единственное, что отличает эту лодку. Этот пак вообще от чего-то бесплатного. Поэтому, ребята, ну стоит ли это 300 робоксов? Стоит ли 300 робоксов просто одна лодка, которая реально отличает... Ну хорошо, две. Но та желтая, я не считаю, что она стоит 300 робоксов. Ребята, я считаю, что этот премиум максимум на 150 робоксов. Потому что все остальное очень похоже. А вы, ребята, напишите в комментариях, считаете ли вы то, что Вульфбак нас обманул на деньги.